Всем привет! Вот уже полностью собранная хапуга. Пробовал я уже на нее половить, но результат нулевой получился. Сейчас я ее размотаю. Ячия сороковая, что на стенках, что внизу на полотне. Кто спрашивал, будет ли она закрываться с такими положенными. Вот она закрывается. Все нормально. Вот такая хапуга получилась. Как-то так вот. В данный момент больше испытания провести не могу. Вот стенки. Я сейчас нарисую, так плохо видно. Сетку-то не видно. Они с карманами, косынки эти. Четыре косынки. В посредине сшиты они. Ну все в сороковке. Сороковка. Сетка. По поводу боковка. Зря я вот тут сделал. Вот такие вот прорелы. Ну как бы не сильно, но бывает цепляется. Просто надо было такой же круг тут сделать. Я его наверно вот так укорочу. Еще один такой круг сюда поставлю. Вот так. Нормальный попробок. Так. Ну в общем. Вот начертил я примерно то, как я вырезал полотно на низ хапуги. Вот такой вот квадрат 90 на 90. 23 ячейки на каждую сторону. Это на низ ушел. И четыре вот таких вот косынки, которые в дальнейшем они были поставлены вот так вот. От центра и каждая к углу до угла еще. Эти косынки метр высотой. Это 27 ячейок примерно. И 23 ячейки шириной. 90 сантиметров получилось. Они вот так вот от центра сюда на отдельной стропе было. Потом стропа и шла от этого угла. От вот этого угла идет стропа через всю нижнюю. Нижняя через все полотно. К дуге. Через дугу. И уходит вот сюда наверх косынки. И так каждая. Потом это еще от этого угла подвязана. Через все нижнее полотно. Через кольцо. Через всю косынку и к верху. Так по всему квадрату. Между собой эти косынки вот так вот были связаны. По центру четыре штуки. И еще одна стропа. Центральный мешок по поплавку идет. Вот здесь я пытался там ловить. Но я не знаю. Это от высоты и от сетки надо тоже высчитывать. Потому что чтоб небольшой карманчик был. Я сделал метр высотой. Чтоб поплавок, когда хапуга сваживается, не закусывал его. Этот поплавок чтоб не закусывал его здесь. Сверху. Так, что еще? Ну, в принципе, не знаю. Понятно, непонятно объясню. Хочу еще одну хапуга сделать. Только уже вот этот вот грудь и куда идут пружины. Они у меня тут с тенцом залиты. То есть это, грубо говоря, одноразовое. Вот я один раз сделал, залил его. Все. Я его больше теперь не смогу, если пружины просядут, ослабятся, я их уже заменить не смогу. Только переделывать. А еще теперь хочу сделать, чтоб пружины можно было заменимыми были. Ну, пока весь я еще как бы не обрыбил эту хапугу. Один раз ходил на рыбалку, попробовал, но ничего не было. Ну, как бы... В данный момент на рыбалку попасть не могу. Все заметено. Так, ну, в общем, смотрите. Вот, допустим, один строп идет. Он привязанный тут полностью к кольцу. Подвязанный. Вот. Он пошел через все полотно, через яичью, нижнее полотно. Все пропущенный. Здесь он проскальзывает в кольцо. Колечко тут стоит. Через это колечко оно идет. Вот. И этот же строп пошел уже через каждую яичью на косынке пропущенной. И к центру, к центру. И вот он вот тут вот уже проходит вот через поплавок. И тут уже к центру подвязан. И так каждые четыре стороны. А центральный вот, он к центру подвязанный. К центру груза. От поплавка просто. Поплавок тут завязанный. И к центру груза подвязанный. Вот. Все. Когда еще допустим закидывать. Вот этот вот. Сюда подвязывается еще леска. И на ней уже потом идет поплавок, который сигнализатор идет. Ну или колокольчик, как я на первом испытании ставил. На веточку колокольчик вешал. И потом еще каждая косынка подвязана отдельным стропом. От сюда и до центра. Ну и посредине она перехвачена. Тут как бы снизу, если рыба попадает, явно не пройдет. Ну как-то так вот. Не знаю, кому что не понятно. Спрашивайте. Попытаюсь объяснить. Можете что-то посоветовать. Всем спасибо. Всем пока. Подписываемся. Ставим лайки. Что он снимает уже? А? Снимает уже? Сейчас еще пока. Снимает грудь. В первую брус. Грудь. Мелковато, конечно. Снимает, смывая. В первую брус. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok